Это очередной выпуск передачи Сирко, где мы берем интервью очень интересных и популярных людей. Ну что ж, сегодня у нас в гостях один из самых близких моих друзей, резидент территории юмора и начинающий певец таджикской эстрады Шерзот Рузиев. Привет, Шерзот. Привет. Как у тебя дела, все хорошо? Отличный, Рахмат. Спасибо, что нашел время. Еле как нашел. Ты не терял его? Я его два раза терял, но слава богу, все равно нашел и пришел. Вот так, умею даже время поговорить. Спасибо, Шерзот. Шерзот, в целом, ты, наверное, видел, следишь за нашей передачей. Да, я слежу за вашей передачей очень много раз, пересматривал. Да, очень интересно. Что именно не понимал? Не понимал, почему этот кабель до сих пор обсуждают. Спасибо за то, что он скрывает так элегантно вот здесь, а внизу не скрывает. Самый главный звук. Первым вообще как банка была в первом выпуске. Ну что ж, в целом, Шерзот, мы будем сейчас говорить о твоей жизни, вообще о твоей профессии. Вам хорошо. Вот. Главная цель, чтобы подписчики и наши зрители, которые, допустим, смотрят нашу передачу, они что-то новое у тебя узнали, может быть, какие-то секреты. Может быть, кто-то хочет стать юмористом, может быть, кто-то хочет стать певцом. Прикинь, а может, те певцы, у которых не получается, что-то начнут изучать у тебя, и что-то ты сейчас им подарю новое. Молодец. Спасибо. Ну что же, наверное, многие думают, что мы просто хорошо друг друга знаем, с полуслова смеемся и с полуслова делим гонорар. Ну что ж, Шерзот, как ты пришел к юмору? Я-то знаю, надо рассказать. Ну, как я пришел к юмору? Давайте, я учился в горно-металлургическом институте. Сразу, после роддома. Сразу, я не стал там расти и ходить. Нет, 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 на самом деле я уже с детства был очень интересным парнем. Мне мама рассказывала, что она даже боялась какое-то время из-за того, что я очень часто разговаривал с придуманными друзьями. То есть, у меня была фантазия вот такая, я общался с другом, который я сам придумал. То есть, да, фантазия была вот такая. Я постоянно играл сам с собой, что-то говорил. Мама говорит, ты общался, разговаривал, бил кого-то. А до скольких лет это продолжалось? Это продолжалось, пока я сюда не пришел. Пока он не выиграл. Пока он меня не сбил. Вот, это все продолжалось очень довольно долго. Пока я не осознал, что я должен перестать этого делать, потому что ему все-таки больно. Говорит, нет. А как в школе было? Вот, ты в школе был юмористом активным, то есть, шутил изначально, подкал, дергал девушек за косички. Да, да, было интересно. Я, если честно, до десятого класса, я был ботаником, я постоянно учился, я изучал, мне было все интересно. И в десятый класс, когда уже был переходный возраст, я понял, зачем нужны некоторые органы, которые мне не надо. Вот, до десятого класса я очень хорошо учился, мне было все интересно, я изучал. Вот, в десятом классе уже, да, уже человек меняется. И именно этот момент я поменялся в юморе. То есть, я начал часто использовать юмор. То есть, не было такого, что я, типа, вот сейчас я стал юмористом. Не было такого, нет. Я приходил к этому. Я что-то говорил, людям было интересно, смешно, весело. И я понял, что для меня это было легко, я начал это часто использовать. Таким образом, очень весело, закончил школу, потом... Ты определил, что юмор это твое? Это в каком возрасте пришло? Семнадцать. Семнадцать? Семнадцать. Ты был уже студентом? Нет. Нет? Меня не взяли, мне пришлось учиться еще год. Семнадцать лет, мне десятый класс. Десятый класс? Да. Ты все-таки какой-то класс учил за два раза. Да, два раза, да. Не, я же восемнадцать закончил. Все же заканчивают восемнадцать. Я в шестнадцать, да. Как это? Ты раньше пошел? Ну, там были связи. Были связи, да. Я родился сразу в роддоме, да? Дусолейн. Там просто в какой-то момент не поняли, когда я с восьмого на десятый такой перешел в линейке. Давай возраст не будем говорить, потому что десятый класс. То есть в школе ты участвовал? Я участвовал. В каких-то кружках. В кружках участвовал, в постановках участвовал, и потом КВН был, школьная лига. Я там играл в десятом классе, и все с этого и началось. А, ты в школьной лиге играл. Это было как бы областное? Нет, это городская. Городская. Кайра Кум, сейчас Гулистон называется. Ты помнишь одну шутку хотя бы с того КВН школьного? Ой, блин, там, знаешь, больше, если текст, там вряд ли я сейчас какую-то шутку текстовую расскажу, потому что там было больше наподобие «оделся в женскую одежду, вышел потанцевал». То есть уровень вот такой был. Но я запомнил, что я снимал на мясорубку. А, был номер, что ты как-то писала? Где дед рассказывает, как он прошел войну, и ребята играли, как они воевали с немцами, под мозгу буфонада было. Я был как бы памятью деда, понял? То есть все запоминалось с помощью мясорубки, и дед рассказывал все, держа в руках мясорубку. О, интересно. Хорошо. Теперь, родители вообще, ну в школьном лиге, ладно, вот когда ты в универе начал играть в КВН, родители как относились к этому? Вообще к юмору. Или это просто, ну хай занят, ребенок занят, то есть сын занят, в принципе нормально. Да, родители относились очень хорошо, потому что, ну как тебе сказать, им тоже было интересно, потому что я же развивался, я становился другим, я город Худжанд увидел, вот, ну не то чтобы увидел, а увидел ребят, которые живут здесь, да, начал с вами общаться, вы же тоже играли. То есть мое мировое зрение стало еще шире, и это было заметно моим родителям, наверное, и они не были против, чтобы я играл в КВН. А в целом, как ты, вот твое мнение, юморист, да, вот это чувство юмора, это как-то переходит по наследству, или это какое-то выработанное какое-то качество человека, которое со временем ты можешь его натачивать и усовершенствовать? Скорее всего, это вырабатывается, то есть, да. То есть, в твоей семье не все как бы шутят, то есть, или есть определенные реалии? В любой семье отец является самым лучшим юмористом. Потому что он кормит всех. Да, потому что он кормит, и ты считаешь, что это, да, самый лучший контент, плюс он еще и кормит меня, я буду смеяться? Да, отец, ты веселый, лишь бы дал жвачку, да? Да, и как бы у нас в семье отец очень хорошо шутил, вот. А о чем был вопрос? То есть, это все-таки вырабатываемая вещь, да? То есть, любой человек может стать юмористом. Конечно. Ну, юмор, если так подумать, да, немножко, расскажу, как я понимаю юмор. Юмор – это инструмент, где используются твои, скажем так, знания. То есть, в любой момент, ты, если хочешь пошутить про микрофон, если ты достаточно много знаешь о микрофоне, ты можешь пошутить на эту тему. Если ты ни хрена не знаешь, слово ни хрена не является матерщиной, вот, хрень можно кушать, вот. Если ни хрена не знаешь о микрофоне, то ты не сможешь про него пошутить. Вот если, вот я… То есть, образование – это важный аспект юмориста? Основной аспект. А, основной. То есть, нужно хорошо учиться, чтобы хорошо шутить, как шерза друзей. Спасибо. Сам юмор, по-твоему, это просто дурачество? Это просто повседневная вещь, которой можно заниматься? Или это все-таки ремесло? Вот как, значит, я даже не задавался такими вопросами себе, наверное. Для тебя лично. А, для меня? Это больше ремесло все-таки. Профессия, да? Профессия, да. Можно сказать профессия, потому что мы же используем юмор и за счет этого зарабатываем лайки. Кто был твоим кумиром из юмористов в детстве и поменялся ли он сейчас, когда ты повзрослел? Знаешь, я рос в узбекской семье. У нас узбекская семья, то есть мы разговариваем на узбекском у себя в семье. Вот я изначально, вот с детства помню, что отец любил смотреть «Оджибой, тоджибой». Есть такой юморист, который родился у нас в Саджикистане, но работал в Узбекистане, но он является народным артистом там и здесь. Вот это уз тот, скажем так. Вот я его с детства смотрел с отцом и до сих пор считаю, что он самый смешной для меня. Да, вот джибой, вот джибой. Легенда. Легенда. Самый популярный человек, который носит усы. Вот когда ты пишешь шутки, есть какой-то механизм, как ты их пишешь или придумываешь. Опять-таки это у каждого, допустим, юмориста свой механизм. Именно вот как, если какой-то молодой человек хочет шутить, как Шерезо Друзиев, допустим, в чем вот его специфика, какая формула может быть, какой механизм может, дай совет. Если шутить, ну и я, я люблю шутить на такие темы, которые без границ. То есть я могу пошутить даже о Луне. Вот. То есть, как тебе сказать? Если человек хочет шутить, надо сказать формулу какую-то, чтобы он понял, как правильно шутить. Но берете предмет, и вокруг него создается шутка. Например, допустим, есть очень важный фактор унижения. Самый легкий такой вариант. Допустим, Абдук Аду. Вот самый легкий такой вариант механизма шуток. Но есть еще шутки, допустим, которые должны додуматься люди. Например, немой волк мычит на Луну. То есть не воет, а мычит. Мучит, да. Для того, чтобы понять, что это смешно, нужно знать, что волки воют на Луну. Да, понятно. В принципе, я понимаю, Шерзута. Если вы не понимаете, пишите комментарий. Мы еще раз с ним проведем передачу. Да, если кому-то что-то непонятно, что я говорю, пишите в комментарии. Я вам перезвоню. Как ты оцениваешь сегодняшний таджикский юмор? На каком уровне он сейчас? На уровне развития, наверное. Я не скажу, что это пик. Нужно дальше работать, и она будет развиваться и становиться еще лучше. А как ты думаешь, вообще в мире есть такое понятие, как таджикский юмор? Да. Я думаю, есть. К этому доказательству, это, наверное, все-таки... Как его звали сейчас? Чики-чики-уайна. Как его звали? Курбони-кадам. Да, Курбони-кадам дал знать, что мы можем нифигово вот так шутить. То есть петь. Очень смешно. Тем, что и доказали, что таджики очень веселый народ. Если они захотят, они могут сделать себе контент, над которым будут смеяться целый год. Когда ты выступаешь на сцене территории юмора или вообще в жанре стендап, большая ли разница между живыми выступлениями и выступлениями, которые просто для телеверсии идут? Огромнейшее. Да. Мне сейчас сложно здесь шутить, потому что я тебя знаю. Я знаю, как тебя рассмешить, но это не очень понятно будет зрителям, поэтому я не пытаюсь с тобой шутить. И нету зрителя. А когда есть зритель, ты что-то говоришь, например, если я говорю зеленый, и они смеются, значит им нравится слово зеленый. Я буду это очень часто использовать. В разных ракурсах, в разных темах. Например, Халк тоже зеленый, допустим. То есть со зрителями легче шутить, чем без зрителя. Трудно ли делать юмор без пошлости, чтобы он был прям кристально чистый? Давай вот так отвечу. С пошлостью легче, чем без пошлости. Потому что пошлость, она же добавляет все равно изюминку. Почему, вот, ну опять-таки это твое мнение. Вот, допустим, может быть, Фарух или Джамиль, или Азам Хунакбаров по-другому ответят на этот вопрос. Ты, вот, ответь, почему все-таки мы иногда шутим? Не только мы, другие проекты тоже юмористические, вот, немного пошлость задевает. Оно в тренде? Есть какая-то, как бы, потребность зрителя к этому? Ну, не знаю, как другие юмористические проекты, да, Хан Дин Камон, Таджик Шоу или Кам Ди Шоу, но в территории юмора я заметил одну вещь, что мы шутим пошло импровизационно. То есть у нас нет такого, что мы сейчас выйдем и скажем вот это слово, и будет разрыв. Нет. У нас же в основном это импровизация. И в импровизации пошлость, я думаю, будет немножко уместна. Потому что вот сейчас оно нужно, а не как бы написано вот так. Шерзот, очередной вопрос. Тебе важно, перед кем ты выступаешь? Да, конечно, важно. И перед всеми ты можешь выступать? Хоть если публика вся пьяная. Если даже пьяная будет, я буду, да, выступать, наверное. Потому что у каждого зрителя есть свой вкус. Наоборот, будет легче, если все будут пьяные. Да. Чем 10 трезвых и 10 пьяных. Вот здесь будет уже сложновато. Нужно кого-то гасить или пьяных, или трезвых. А когда все пьяные, можно всех гасить, и всем будет приятно. Никакого разделения состояния человека не будет. Шерзот, тебя часто узнают на улице? Довольно, да, часто. Из 100 человек, сколько человек? Из 100, наверное, где-то 70. Ну давай, 70 если так, а разделить еще на 100, да? Надо стать на 100. 20% просто говорят, вот проходит, если я прохожу где-то, они проходят рядом, и где-то и где-то вот так. Вот 30% подходят, говорят, что они узнали, говорят, что дети нас любят смотреть, и фоткаются, и уходят. 50% ушло. Остальные 50% это люди, которые шерзот, вот, просто, и все, да, просто вот так, и проходит, вот, вот так. Ты знаешь, что такое звездная болезнь? Ты ей болел? Да, я ей болел, это было давно, 2009 год, когда мы вас выиграли в КВН, а мы их выигрывали в КВН, вот, вот тогда я почувствовал, что, ну, не знаю, может быть, это и не звездная болезнь, но у меня было такое, что я, типа, да, я это сделал, кто сделал, ты сделал, а Михаил будет петь еще Войнанда. А потом? А потом стекло разбили, гавни, потом я больше этого никогда больше не почувствовал. Сейчас, вот, когда на пике популярности шоу «Территория юмора», если сказать, это как бы популярность, да? Да, знаешь, многие думают, что у нас есть звездная болезнь, я думаю, здесь вот часто путают, звездная болезнь, это не тогда, когда ты просто не хочешь общаться, у тебя нет настроения, у тебя нет, допустим, у тебя есть какие-то проблемы в голове, и когда человек говорит, «Территория юмора, это вы», да, ты просто говоришь, да, это я, и проходишь, люди думают, вот, звездная болезнь, даже нормально не общается, а на самом деле, мы же тоже люди, и мы тоже испытываем другие чувства, кроме того, как любовь к своим фанатам, и поэтому у нас нету звездной болезни, просто, наверное, у нас какая-то проблема или задача, которую должны решить в голове, поэтому мы вас не замечаем. Другие резиденты территории юмора болеют звездной болезнью, по-твоему? Нет. По-моему, на территории юмора никто не болеет звездной болезнью, потому что территория юмора, она же для нас как работа уже, и то, что люди как реагируют на нас. А звездная болезнь, она же какая, когда ты просто не общаешься с людьми, то есть ведешь тебя по-другому, да, мы уже не можем вести себя по-другому, потому что мы это уже приняли как работу, и общение с людьми, которые узнают, является частью нашей работы. С недавних пор ты начал петь. Да. С чем я тебя поздравляю, у тебя удачно получается. Это вот осознанный выбор был? И ты в детстве как бы мечтал когда-нибудь стать певцом, петь? Или это как бы спонтанно сейчас пришло? Ты решил попробовать? Вообще я люблю петь. Я люблю петь, я очень часто пел. В основном для зубной пасты, ну в ванной я пел. Для них всех атрибутов, которые находятся в ванной, они меня всегда выслушивали, мои великие произведения искусства в музыкальном поприще. Вот. А вообще в детстве, вот, отец меня очень часто водил по свадьбам, и не то что заставлял, а просто давал микрофон, и чтобы я пел песню. Песня была, этого, как его? Группа Бола Лар. Такая группа была в Ташкенте с Тохир Содиков. Вот это и хит был. А тогда была песня, этот, я вот эту песню я очень часто пел на свадьбах у родственников. А, то есть ты выходил уже пел? Да, я тогда пел, но я был маленьким, мне видео показывают. С плюсом, шел плюс, и ты поверил плюсом. Нет, там клавишник прям поднадевал, да. Был хитом просто эта песня, и все знали, как его правильно набивать. Потом, прошло очень много времени, мы переехали в Хайраку, в пятом классе отец меня отдал в музыкальную школу, где я учился играть на Рубабе. Рубоб. Или Дуттор. Не знаю, как правильно, но нам говорили, что это Рубоб. Вот, я играл, и нужно было учиться в пять лет. Пять лет нужно было учиться, и я стал шестой класс, седьмой, восьмой, девятый, десятый. У меня в жизни многое изменилось. Я просто не закончил музыкальную школу, думая, что это не круто. Потому что у меня интересы пошли к другим вещам, чем музыкам. То есть переходный возраст, да, вот это все. Я просто забросил ее, у меня до сих пор нету диплома. И после этого территория юмора. А эта песня, которая «Туэшават шоу дешават», на самом деле премьера была «На свадьбе у Фаруха». Не было такого расчета, что мы сейчас споем «На свадьбе у Фаруха» и будем петь дальше. Это просто была хорошая песня, которую мы записали и решили спеть «На свадьбе у Фаруха». А это ролик Карими, тоже видеооператор. Который нас заснял. Да, заснял на телефон, на камеру, сам отмонтировал и забросил в интернет. Таки раскрутилось, раскрутилось, и люди начали звонить. Ну, мне приходилось идти, потому что там, кроме того, как были и другие разговоры, типа «Я бы как бы никого не боюсь, но и конфликтов не хочу в своей жизни». И плюс мне начали платить. Это тоже хороший аргумент. Я один раз попробовал, два раза попробовал, и в третий раз я решил, что со мной должен ходить Фарух Сангинов. Потому что, когда поешь песню, когда я заканчивал, просто ко мне подходили и прямо на свадьбе говорили что-то, хотели пообщаться со мной, хотели, чтобы я шутил на свадьбе. А я в жизни не такой же. Я только на сцене могу шутить, веселить людей, потому что это сцена, а в жизни я не такой. И я начал с собой взять Фаруха. И вот с четвертой свадьбы, когда люди подходили, попросили шутить, я просто «Фаруха, давай!» и говорил, а Фарух уже в жизни такой. И он прямо на свадьбе мог с ним пообщаться. «Что вы хотите, холла?» То есть он нормально с ними общался, было весело, то есть устраивали настоящее шоу. Как бы отводил от тебя внимание. Да. Потому что я только мог хорошо петь, а шутить на свадьбе, я не знаю, мне было, когда не стрёмно, а наметло намагать, то я даже хозе хеды, поэтому Фаруха брал с собой. Если вот у кого-то были сомнения, то, что вдруг Шердот не с того, не с того начал петь, он, оказывается, с детства уже пел на свадьбах. С восьми лет, да? Да, с восьми лет. И еще ходил на кружки музыкальных инструментов. Ну что ж, Шердот, когда примерно, по-твоему, ты видишь свой сольный концерт первый? Юмористический? Нет. Музыкальный? Музыкальный. Наверное, еще три года. Чтобы альбом, да, уже полный? Потому что, если честно, мы только начали на профессиональном уровне все это изучать, что значит петь, что значит писать музыку, чтобы она была авторская, чтобы не петь чужие песни. Вот. И нужно время, чтобы я это все изучил и подготовился хорошенько, и чтобы выступить потом с сольным концертом. Продолжая тему песен, вот в данный момент, почему именно свадебные песни поешь? Петь эстрадные песни на моем уровне, то есть я считаю, что нецелесообразно, то есть я не смогу собрать пока 17 сеансов, поэтому практикуемся на свадьбе. И там неплохо платят. Если ты вдруг, допустим, первым спел бы песню Деспасита, она бы имела бы такой бы резонанс, как сейчас? Конечно. Просто мы бы ее по-другому спели бы. Добавили бы немножко дойры, что можно было бы танцевать, да? Вот. Хорошо, Шерзот, в целом... Хорошо, Шерзот, у тебя какие-нибудь профессиональные планы есть в ближайшем будущем? И на поприще, как бы, эстрады, и на поприще юмористической сцены? Есть, есть планы в музыкальном направлении, потому что в юмористическом у нас все запланировано на год вперед. Вот, в музыкальном есть. Ну, не знаю, насколько нужно ли это говорить. Боюсь, что быстро украдут идею, но если я буду говорить, вряд ли кто-то возьмет, да, эту идею. А твою идею уже крали? Да, да, несколько раз. Да, очень масштабно крали мои идеи. Ты сейчас будешь называть имена, чтобы был скандал? Конечно, конечно, это Рузи в Туртабой, мой отец, он украл у меня идею построить дачу, вот, он быстрее меня начал строить, теперь типа это его дом. Нет, не в этом смысле, ну просто. Да, нет, ладно, не будешь разозвучить, просто приблизительно, косвенно. Приблизительно это будет музыкальный формат, вот, мы не будем петь авторские песни, мы будем использовать знаменитые хиты. Давай сразу все скажу, что тут скрывать. Мы ищем ребят, которые могут спеть хитовые песни, то есть определенным, в самом 90-х годах был самый мощный хит, мы берем его и ищем ребят, которые это исполнили бы на максимальном уровне, похоже, как в оригинале. Собираем 12 человек и попробуем поставить концерт, то есть самые хитовые песни будут на этом концерте. Это не будет продаваться билет, это скорее всего будет open air, мы таким образом создадим некий фестиваль музыки. Как бы они вот сейчас перепоют старый хит, говоришь, текст будет меняться там, текст измените или просто? Посмотрим, если получится деформировать, будем деформировать текст на таджикский. Если не получится, то будут петь нарги в оригинальном версии. Вот, вот такой формат будет. Ну это больше делается ради туристов, наверное, все-таки, потому что, ну чтобы туристы знали, что у нас проходит музыкальный фестиваль хитовых песен всех времен. Вот такая вот основная идея была. Сейчас певцы нашей эстрады, ну некоторые хотя бы, считают, что ты уже конкурент? Некоторые, да. Да? Тебе говорили? Да. Вот. Было такое, что пересекались, да? Не, не было прям такого, что я тебя типа, все ты меня застал, хм, не было такого. Ну прям чувствуется, чувствуется, да. Иногда есть некоторые артисты, я не буду говорить, кто они, потому что было, что мы когда попели песню, ну мы обычно фонограмму поем, потому что не позволяет в некоторых свадьбах само оборудование, чтобы пели вживую. Поем фонограмму, иногда пропадает звук, иногда просто мы не можем настроить. Микрофон включается сам по себе, так как это фанера. Фанера. Вот. Вот такие подставы тоже бывают. Но мы уже знаем, кто эти люди, почему они так делают. И в этом сезоне, мы называем сезон каждый год, свадебный есть, вот в этом сезоне мы уже знаем, какому артисту, какой подход делать. Вот так вот. То есть были такие мелкие, козни, да? Козни были, да. А иногда были просто, мы сами подставлялись. Например, очень часто мы ставили через ноутбук, но во многих случаях просто звукорежиссер не успевал, Илья, экстренный заказ. Прямо, я к Суат-Пеже звонят, говорят, через час свадьба, брат, я хочу, чтобы вы успели, я забыл вам позвонить, и экстренный я сам еду, из телефона ставлю, и не забываю ставить авиарежим. И когда я начинаю петь, так как фонограмма, я уже говорю, устав Рудный не позвонит, живут, я начинаю петь фонограмму, и просто звучит песня, которую я поставил на рингтон. Шерлот, если бы ты был бы продюсером, ну, аналогом Меладзе, или там, Максима Фадеева, да, на таком уровне, или как Тимати? продюсер, не певец, а именно как продюсер. Что бы ты поменял в данный момент в нашей, как бы, музыке, нашей песне, нашей поп-индустрии, если она есть, конечно? я бы, знаешь, я бы поменял само понятие музыки в нашей территории, я, это мое мнение, я никого не хочу обидеть, просто говорю, я бы поменял все, потому что в настоящее время я считаю, что все артисты склонны к свадьбе, то есть пишут в основном для свадьбы, а эстрадных певцов очень мало, а чтобы с помощью музыки узнали таджиков, нужно петь все-таки эстрадные песни, чтобы в мире звучали эстрадные таджикские классные песни, которые бы узнавали бы нас и считались бы с нами, и поэтому, если бы я был крутым продюсером, и было бы очень много денег, я бы все деньги потратил бы на эстрадные песни. Не на свадьбу ты ориентируешься, а на концерты, да? Да, ну очень странно, что я сам ориентируюсь на свадьбы, потому что я не крутой продюсер, у меня нету, много денег, да? Это если бы ты был бы крутой. Шерезот, недавно, если помнишь, на территории юмора, ты и Джамиль, хай мы подпевали вам, спели песню «Девочка стоп». Да. Да, как бы на национальный мотив ее как бы перепели, «Ча была идея». Я-то знаю, но как бы зрителя тебя дарало. Идея была Азамхона Акбарова, нашего продюсера. Вот он «Нет-нет» нам пишет песни и очень удачно иногда получается. И вот именно песня «Девочки стоп, не надо». Вот эта песня до такой степени хорошо получилось у нас спеть на национальном скажем так, жанре, что автор этой песни, я не знаю, кто его пел, вот он даже взял наш ролик из территории юмора, выразил и поставил у себя на страничке в инстаграме. Вот теперь и таджикская версия появилась. Написал и поставил. И очень много комментариев, где пишут «Молодцы, территория умора, шмога, вы единственные». Там просто шквал эмоций идут, что мы вот вытащили. Типа нас теперь, с нами считаются, даже такой человек, как этот. Автор этой песни было очень круто и гордо. Хотя, изначально я не верил, что она получит такую популярность. Азам Ако мне говорил, это очень популярно, мы же клип хотели снять. Да, на нее. Да, мы на нее хотели клип снять. Я чуть бы не согласился, просто там есть текст, где я в роли Хона Доомота выступаю. Вот это меня и удержало. на территории юмора я могу быть Хона Доомотом, но в клипе, в массовый просмотр я не могу стать Хона Доомотом, это все-таки, тем более, я там занимаюсь чем-то в музыке. Но он меня понял, он хороший продюсер, он сказал без проблем и отказал клипу. То есть, все-таки нужно какие-то имиджевые вещи, придерживаться имиджа, да? Конечно. Вот так говорит мне часто отец, чтобы я держал какие-то рамки и не разрушал эти рамки. Давайте посмотрим отрывок из песни «Девочка, стоп» в исполнении резидентов территории юмора, а именно Шерезо Дарузиева и Джамиля Камова. А я не думал, да и не гадал, Легко женился, сам не ожидал, Явилась теща, словно в жарком сне, и ключ от камеры дарит мне. А у жених характер непростой, Дина-то дня фингдарл очередной, Друзьям на габ ходить мне не дают, короче, я хана дома. Девочка, стоп, не надо, не надо путать шашмаком с ламбадой, я буду руки целовать с отрадой, ты только их не распускай, девочка, стоп, не надо, не надо ночью ждать меня в засаде, поверь, ты для меня с небес награда, прошу тебя, ты это знай. с небес с небес и с небес тщательно, естественно, основная цель, допустим, в территории юмора, если первая, это любовь к этому творчеству, к юмору, к песне, вторая, это как бы заработок. Мы зарабатываем деньги, что для тебя деньги? Деньги, я думаю, это то, что бросаешь в топку, то есть, ты являешься локомотивом, которому нужно куда-то двигаться и чтобы достичь из точки А в точке Б нужно что-то кидать в эту топку и это является деньгами, да. Если вот здесь даже многие считают, что деньги, как бы это зло, но я не думаю, что это зло, например, если есть хорошая идея и чтобы его воплотить, тебе все равно нужны будут деньги, чтобы реализовать. Я считаю, что деньги это вещь, которая, если ты считаешь себя локомотивом, то деньги это является топливом, который двигает этот локомотив. Шерзот, кроме территории юмора и свадеб, где ты поешь песни, поздравляешь, да, молодожен, какие еще средства дохода у тебя? Откуда ты зарабатываешь еще? Ну, чтобы как бы содержать еще звукорежиссера своего, писать песни, записывать, это же все деньги. Да, это все деньги, но территория юмора, свадьба, кроме этого, я думаю, что 50%, если вот эти две вещи дают мне заработок, то еще 50% я зарабатываю от рекламных роликов. Да, я занимаюсь рекламой, в основном продаю свои идеи, то есть рекламные идеи, как сценарий для рекламного ролика. как сейчас обстоит сама ситуация с рекламой в Пуджанде, вообще в Таджикистане? Реклама востребована вообще? Заказчиков много? Да, да, которые первый раз заказывают, обязательно приходят во второй раз, потому что уже чувствуют разницу, чувствуют в продаже, или же увеличение своих услуг, которые они предоставляют, вот, и второй раз обязательно приходят, говорят, что да, на самом деле это работает, сделайте нам еще один такой же рекламный ролик, и мы работаем. Еще один вопрос по поводу того, что со временем у тебя акцент пропал, если помнишь, у тебя шутка была про мягкий знак. Да, да. Тебе трудно было побороть акцент, или как? Ну, очень-очень сложно было, но я всегда пытался свой акцент использовать во благо юмора, поэтому мне было легче, и со временем, когда я уже начал общаться с вами, у вас уже более, более, более лючий, да, более лучше, чем у меня получается говорить на русском, и вот со временем я уже, не сто процентов, местами оно все равно высвечивается, мой мягкий знак. С кем бы ты хотел бы встретиться из самых знаменитых людей, которых ты знаешь, будь они даже живые, или даже, если бы сейчас их нету с нами, из древних веков можешь, с кем бы ты из знаменитых людей хотел бы встретиться и поговорить? я бы хотел встретиться с Дарвином, и сказал бы, братан, остановись, это не то, что нужно, просто, чтобы человек не тратил свое время. сейчас перейдем к юмору, рубрика горячий стул, Шерзот, ты, наверное, знаком, да, с этой рубрикой, многие юмористы или в многих передачах проводят, сейчас я в онлайн режиме очень быстро задам маленькие, короткие вопросы, Шерзот не должен задумываться и быстро отвечать на меня. Это легко, не думать, это моя фишка, давай. Ну что ж, ты готов? Да. Итак, рубрика горячий стул Шерзотом Рузьевым. Шерзот, ты готов? Давай, я готов. Поехали. Голландский тренер, французский дизайнер, что дальше? Любит. Как переводится Opel? Зер. Как по-французски будет сарай на колесах? Мерси. Любимая песня российских автомобилистов? А давай покатимся с тобой. Ручной тормоз это? Это вот здесь. Итак, что такое галоген? Который горит. Что сказал про Жигули Джим Керри? Нифига себе, она еще и ездит. Если бы ты был директором Автоваза, что бы ты сделал? Покончил с собой. Кто изобрел домкрат? Человек, который не может поднять тяжести. Бензин 95 и 98 в чем разница? Сейсомон училь драмгас. Когда закончится кризис Шерзот? Завтра. Итак, первый вопрос. Что любят пластические хирурги? Кушать мясо человеческое. Идеальная форма ушей? Вот такая. Что нужно изменить Анжелины Джоли? Жизнь. Что себе меняют сами хирурги? Язык. Зачем собаке пятая нога? Чтобы пинать четвертую. Чем угрожает пьяный хирург? Матом. Что снится хирургам? Нож. Что случится, если все люди станут красивыми? Мне будет сложно. Как пластическая хирургия влияет на нервы? Нормально. Как выглядит жена у пластического хирурга? Красивая. Идеальная пропорция у сумоиста? Большой. Как отличит хирурга от медсестры? По груди. Что бы ты себе увеличил? Ноги. Что было бы в рекламе твоей клиники пластической хирургии? Красивая девушка кушает мясо. Почему оливье? Потому что Новый год. Что у Деда Мороза под шубой? Живот. Кто спит под елкой? Елочник. Где лучше всего прятать подарки? У себя в кармане. Твоя самая любимая новогодняя традиция? Спать. Продолжи фразу. Женщина любит, но не ушами. На чем экономят влюбленные? На деньгах. Где лучше расставаться? Дома. Почему женщины такие? Не надо. Ей нужны только твои деньги. Что делать? Делать. Где лучше знакомиться ради денег? Возле денег. За что любят бедных и некрасивых? За юмор. Как починить себе женщину? Хлыстом. Где растут молодильные яблоки? Я не знаю, такое молодильные. Чем обходится принц, если у него нет белого коня? катится. И напоследок скажи на японском я люблю вас дорогие зрители. Гатан. Спасибо большое. рубрика горяч стул Шерзот друзьев. Это было круто. Спасибо. Ну что ж мы продолжаем. Итак Шерзот некоторые очень я могу сказать это ненормальные вопросы. Нестандартные вопросы для тебя. Итак поехали. Тебе когда нибудь угрожали за какую-то твою едкую шутку? Нет. Ни разу? Ни разу не угрожали. Самый нелепый слух который ты о себе слушал? Не было такого чтобы слухи не распускаешь сам? Нет я их не распускаю я держу их себе. Чувствовал ли ты что тебя когда-то вот когда-нибудь ты чувствовал что тебя деньги меняют да давно вот недавно их отсутствие да они меняют их отсутствие очень сильно я становлюсь более работоспособным и умнее отлично расскажи о себе что-нибудь что ты не говорил никому никому да чтобы наши зрители только узнали вот именно в этом интервью только в этом интервью давай в школе в школе меня одноклассники называли почак ты это никому не говорил я это никому не говорил а те 20 человек думаешь когда на гапе сидят не говорят это мой одноклассник почак вот это очень такое личное было мне нужно было это сказать потому что боюсь когда я стану очень популярным против меня не хочу чтобы это использовали поэтому сейчас подготовьте почву да подготовьтесь скоро почак всем покажет почак выиграл это Евровидение хорошо отчего ты в жизни отказался Шерзот и потом жалел только что да то что я сказал почак зря я это сказал горячий стул продолжается да мне же еще концерты ставить но ничего страшного я самый ироничный человек никогда не будет такого что если вы на улице скажете эй пача я просто не посмотрю на вас хорошо шерзот чем бы ты хотел заниматься через 20 лет через 20 лет я бы хотел заниматься психологией человека и лечить людей которые получили травму от слов которые сказали в детстве на передаче в ютубе это смешно шерзот последний вопрос который я задаю всем гостям если бы я сейчас тебе дал телефон у которого была бы способность отправить смс молодому шерзоту 20 лет назад что бы ты написал ему одно смс написал бы что через 11 лет ты пойдешь на передачу сырко ни в коем случае не говоришь что тебя называли пачат ну что же ты искрометный и никогда не унывающий шерзот друзьев спасибо брат за то что ты пришел отдыши всем удачи спасибо спасибо